Всем привет! Пользуясь случаем, хочу конечно сказать спасибо огромное за то, что вы не оставлялись нас в беде. Кто-то у ворот пока нас не было, оставил белый пакет с бутербродами, с красной рыбой и с банка кофе. Спасибо, так сказать, от души. А сейчас я хочу вам рассказать о новой мобильной онлайн-стратегии Gods and Glory. Если ты соскучишься по легендарным геройским стратегиям из 90-х и хочешь снова окунуться в знакомый мир клинков и магии, то эта игра тебе точно зайдет. Развивай свой город и преврати его в непобедимую империю. Качай своего героя, только от тебя зависит, кем он будет, воином, лучником или магом. Призыви одного из шести богов и изручись его поддержкой. Получи уникальных воинов и другие невероятные возможности. Создавай армию, объединяй силы друзьями и вступай в реальные бои с более чем 2 миллионами игроков из 130 стран в реальном времени. Допустим, мне в Gods and Glory нравится создавать свою уникальную армию и нагибать воинов других игроков. Качайте мобильную игру по моим ссылкам в описании и получайте тысячи кристаллов и другие приятные подарки. Соответственно этим, пацаны, вы поддерживаете мой канал для лучшего и качественного контента. Хорошего дня! Итак, всем привет парни! Сегодня у нас хорошее настроение, солнце как-никак, понедельник. Так вот, суть такая, что я сейчас вам хочу кое-что показать. Связано с автомобилем Audi A8. То есть, понятное дело, что начинается вкладывание денег, начинается ремонт неизбежный, как вы сами опять же прекрасно понимаете. Ну и, соответственно, нарисовываются некие, так скажем, цифры. Сейчас, конечно, я покажу, оглашу, но для начала хочу дать понять. Смотрите, парни, машина была куплена за маленькие деньги, да, был куплен гараж за маленькие деньги. И, соответственно, в этих условиях нам, как бы, ну вот интересно, понимаете, не только познакомиться с автомобилем, но потому что в дальнейшем покататься. Представляете, вот он, центр города Кировска, представляете, практически проспект, движение не останавливается даже по утрам. Так вот, суть такая, что мы будем, естественно, кататься, сделаем музыку, сделаем нормальный вид, сделаем обвес, сделаем передний бампер. Но для всего, для этого нам самое главное нужен этот двигатель. Соответственно, с чего мы и начали. То есть, достаточно кропотливая работа, я вам скажу. Помните, да, что у нас выявилось, опять же, перегрев двигателя. То есть, сначала думали, что метки, метки сделали, компрессия так и не появилась, появляется иногда только с маслом. То есть, и то тоже непонятно, то появляется, то есть, короче, ты такая, что бошки повело, да, мы их разобрали и отдали в ремонт. Так вот, смотрите, парни, зачитываю некую информацию. Мы съездили к человеку, который будет делать головы, да, фрезеровать. И, соответственно, он сказал, что у меня, говорит, опыт именно с этими двигателями уже был. Именно с пятиклапанными, да, получается, вот этими системами ГБЦ. Так вот, он сказал, что просто были случаи, когда я, да, меняю направляющие, я меняю, получается, колпачок маслосъемный. И в итоге получается, что люди собирают двигатель. И в итоге из-за того, что вот эти палочки на клапанах, так называемые, ножки, они слишком тоненькие, они просто обламываются. Поэтому он сказал, говорит, если, говорит, я буду делать 20 тысяч, а работа чисто за две головы. Новые клапана, говорит, пацаны, говорит, вот хотите, не хотите, новые клапана, говорит, нужны. То есть сразу поставил перед фактом и, соответственно, сразу приняли решение, прямо на месте, не отходя из этого гаража, не выходя. 99 тысяч рублей стоит просто поменять клапана без стулок и без колпачков. То есть это, ну, чтобы вы понимали. 58 тысяч рублей это будет стоимость замены клапанов и фрезеровка именно голов, если это брать не оригинал. То есть все эти, то есть просто клапана поменять, не оригинальное запчатание стоит практически 60 тысяч рублей. Так что, конечно же, вывод сделан был сразу, что нет смысла заниматься этими вещами, потому что достаточно дорогие запчасти. То есть поршень 20 тысяч стоит один, да, с кольцами. И, соответственно, если ремонт делаем, то мы делаем его для себя. То есть для того, чтобы не было вот этого, знаете, как вот многие пишут, что капиталь двигателя полностью. Пацаны, нам сверхнадежность на 10 лет, на 100 тысяч пробега нам не нужна. Мы просто знаем в итоге, что машина в любом случае будет продана за те же самые маленькие деньги, за то, что она и покупалась. Это в любом случае. То есть не проект перекуп, понимаете. Соответственно, мы делаем более-менее так вот бюджетно и, соответственно, будем ездить и кататься. То есть смысл, допустим, вкладывать 100 тысяч рублей только в голову я не вижу. Смысл вкладывать еще 200 тысяч в поршневую я не вижу. С такими успехами можно было просто-напросто сразу добавить к той сотке, которую мы купили Ауди, добавить еще 300, да, допустим, которые вы хотите ложить на этот двигатель. И просто купить тачку на ходу. Можно это было сделать? А можно добавить еще 300. И можно вообще тачку в идеале найти, получается. За деньги можно все, что хочешь. Если денег не так много, то, соответственно, хоть и хочется покататься, но тут надо более-менее постараться и приложить не только руки, но еще и голову и силы. Вот такие дела, посмотри. А сейчас мы едем на разборку и хотим посмотреть Ауди А8 в этом же Кузе, но только просто-напросто с другим двигателем. Так, парни, короче, вот машина. Стоит на разборке, стоит на чопиках. В передних баллонах у нее нет. Да-да-да, открывай. Багажник сейчас посмотрим. Ну вот проводка, которая нам, по сути, нужна. То есть вот как она должна была изначально расположена. Видишь, как аккуратно. А у нас... Это не снять надо будет. Я думаю, нет. Так, здесь где-то отдельно. W12, да, здесь получается? А ты какой штекер мяч, что ли? Не штекер, вот этот вот. У нас вообще нет, что ли? Она отломана. Так у нас там отломанный яланджиром переней. А, ну вот здесь, получается, вот мяч у нас здесь. А у нас тот кусок отломанный. Помнишь? Вот там у нас все. Не, я знаю, да, просто, видишь, они вытаскиваются, они 20 тысяч, то есть вот эта херня, вот эта часть просто. Поэтому W12. Не, так нам надо вот эту вот. Вот эта вот часть. Паука. Ну вот эта вот. Ну она в фазбурь идет. А, вот эта вот? Да, вот эта вот вся. Не, а вот здесь на болтах. Не, здесь раз болты, два болты. Так, я хочу показать багажник. В багажнике вещи лежат. Первый патрон, наверное. А, ну вот скрывали. Скрывали его напрямую, видимо, нарыкнули. Здесь запчасти тоже от Аудюхи. Насос вторичного воздуха, вот так, кстати, его тоже нет. А, ну вот трубки. А баллоны, говорите, продал, да, уже? Трубки вот тоже такие же. И клапанный механизм продан. То есть, короче, то, что нужно именно, то и во. То отсутствует. Да, ну все то, что да, спереди на пневму шло. Ничего этого есть. То есть, надо, что-то, что-то, вон. И баллоны, да? Баллоны, компрессор. Тогда, конечно, на отборке, да, получается? Сколько это, в 2004 году? Ну, морда, или нет? Ну, да, там то же самое, по сути. Эти вещи все. Эти. Располночка. Катушек нет. Шкив, шкив. Не, ничего не подходит. Тут другой, совсем. Тут другой, да? Ну, места тоже не так же, абсолютно. Так, сзади, сзади, сзади. А сзади пневма. Сзади пневма есть, но нам не нужна. Ты говоришь? Не все подклею, не все. Ну, да, и блок клапана тоже. Базе. Салон тоже в таком состоянии. Разобранном. У меня еще белый салон. Слушай, а вот, я что-то не познал. Датчики, получается, вот они, да? А, эти крепежные, есть какие-то болты, которые там стоят? А? Ну, ничего нету, просто пустой, все. Может, действительно не было? Может, совсем по-другому, просто сделал. Уже шестой год, это же рестайлингово, получается. Да, ну, знаешь, холодненько, респондом. Может, на X-кат, а вот здесь, под этим, где запаска стоит. Здесь, на все, может быть. Кстати, размер W11 получается такой же, как V8. Из-за того, что есть расположение VR-образное. То есть, свечи достаточно близко расположены. Два двигателя соединили, и получилась такая конструкция. Получилось? Да. Что, V8 взяли, восстанавливаете? Ну. Пытаемся сделать. Да, мы эту тачку хотели же взять. Я ей год назад еще звонил, хотел. Я говорю, целиком. Нет, парень говорит, целиком не дадим. Ну, ладно. Мы взяли потом финика, его восстановили, а он на сему едет в Мурманске. Потом вот такую взяли, мы с Мурманской притащили. Ну, только там 4,2. Да, там видно 4,2. Итак, парни, в общем, такая ситуация. Как вы видели сами, мы были на разборке, где стоит W12, 6-ти литровый автомобиль Audi A8, тоже в лонг-версии, но белого цвета, с белым салоном. Ну, имеется внутри. Прикупили, значит, вот такую вещь. Вещь-то необходимая у нас треснул, кронштейн лопнул. И, соответственно, от этой детали мне обошлось, получается, в полторы тысячи рублей. Сколько новая стоит, неизвестно, то есть, ну, я думаю, это будет реально большая сумма. И вот такой вот поворотник. В общем, он диодный, сам по себе, именно там внутри диоды. Поэтому вещь дорогая. А вообще она стоит тысячу рублей на разборке. В оригинале, если покупать новую, она стоит тысячи семьсот. То есть, тут, получается, хоть как-никак сэкономили. У нас эта вещь треснется. А так, по сути, посмотрели, ознакомились с тем, что там есть. То есть, ну, по идее, если будет в будущем что-то нам нужно, да, там, какие-то штекера, проводка, то, соответственно, все будем брать оттуда. А так, я вам скажу, что цены не дешевые на эти автомобили. А8 как-то. Как-никак, это А8. Ну, и требуется, как вы сами видите, получается, деньги. Блядь, единицу, суру, разор, блядь. Сой нахуй, блядь. Надо сказать-то, блядь, целую последнюю, блядь. Сверху, сону. Блядь, поехали, невозможно, блядь, поехали. Петля, блядь, багажника. Баг. Две пятьсот он сказал? Тысяча пятьсот. Тысяча пятьсот. Поворотник. Прокладки ГБЦ. Две. Две штуки. Четыре четыре. Четыре пятьсот. Комплект болтов. Ремень ГРМ. Термостат. Термостат по номерам 13 тысячи. Подземная помпа. Ну, домкрат, ладно. Ну, домкрат тоже нужен. Ну, да. Без этого домкрата, стоковым домкратом ремонтировать и поднимать машину нереально. Поэтому, он куплен просто, его можно потом смело в багаж не заводить, потому что стоковый, я просто не поднимаю. Музыка, к нему, я не узнала. Музыка, к нему, не полностью. Музыка, к нему. Музыка, к нему, я рядом. Музыка, к нему, я спокойно ходила. Музыка, к нему. Музыка, к нему. Прокладки değer high? Выまあ Si середине в домкрат. Музыка, яraikaa. в общем сразу чтобы затея не было впустую все потрачено так как двигатель с другим номером просто не оформить сейчас по новым правилам поэтому я вот теряю то есть bfm 018 77 такие же цифры абсолютно бфм то есть это двигатель получается стоковый то есть завода ну опять же да видели что он не разбирался ни разу ну по крайней мере не снимался по документам то же самое поэтому так сказать овчинка выделки стоит просто на телефон снимаю надеюсь на видно и вот причина перегрева автомобиля то есть разбираем помпу и собственно говоря вот такая вот новость это состояние каретчатки то есть она получается пластиковая здесь она дальше не прошла запчасти то есть вот эта просто вещь разлетелась и люди когда сюда ехали из питера на этой машине то есть где-то под мурманском просто видимо развалилась перчатка и соответственно пошел полный перегрев двигателя без этого бошки повело да все бошки повело со всеми вытекающими так не шутка просто мне что игроком надо быть ему было а прыжило не показывай а че не надо ты же звезда ютуба почему короче ну сосед просто пришел да с апоксидочкой все говорит по скиданчику начать шуткой заболел заболел что выздоровел наоборот работа все равно люди напишут где-то работаешь пускай напишут не подкалывал валяр сказал что ты заплатит в автобусе хотел привести мотороллер скутер ну как бы это шутка была вообще-то мы его везли на машину заказывали начнем с основного да то есть вот так она выглядит когда она в сборе то есть вы видите просто ремень сам этот ролик ну и соответственно то есть по замену то есть пошли там хоть он и крутится да но тем не менее создает звук то есть эта штука под замену и к этой вещи да то есть помпа сборе крепится вот такая пластиковая крыльчатка то есть на самом деле конечно же обидно что из-за этой вещи из-за что она пластиковая то что она просто развалилась двигатель перегрелся и кстати есть как таковой номера или амбрему мы не нашли то есть возможно что это штука менялась и это не оригинал то есть но если менялась то очень давно конечно но номер по крайней мере мы нашли на детали а он должен быть термостат который вытащили в принципе нормальный мы его не кипятили но тем не менее деталь новая была куплена тоже поменяем вот вот это вот вот это вот так вот обидно конечно что действительно так получилось итак пора смотреть значит вот получается две головы просто в чистом таком ошлифованном уже состоянии то есть практически вывели в идеал но опять же да не меняя клапана направляющие и втулки ну это своеобразная такая ситуация которая просто-напросто не избежать хорошо мы еще зашлифовали вот сам блок то есть мы мерили линейкой то есть принципе да есть небольшие просвета но здесь все в допуске то есть нет такого что прям какой-то был кривой блок опять же он нас алюминиевый да и у нас не гильзуется то есть в любом случае если допустим здесь что-то в идеал вводить нужно шлифовать объясняю пацаны в нашей области и соседней области не шлифует именно в 8 именно вот такое расположение самих цилиндров то есть если бы это было у нас рядная да какая-то шестерка там и так далее то есть это еще можно было бы сделать то что у нас нет станков которые сбоку подходят именно для шлифов опять же вы мне скажете отправь горит в москву отправь петербург тебе как сделать в идеал что виду смотрите вот блок для того чтобы куда-то отправлять нужно соответственно его ну для этого разбирать будет правильно поставить поршня и так далее если вы вытаскиваем поршня соответственно нужно выскажите менять вкладыши если меня вкладыши вы соответственно скажите меняйте кольца то есть это 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 просто вот знаете вот это лучше легче купить новый двигатель серьезно говорю даже с той же разборки даже за те же самые 200 тысяч рублей ты купишь двигатель он будет пробегом 5000 км и это будет гораздо легче и это будет дешевле если капитальный этот двигатель допустим один поршень да если вот был менять в комплекте с кольцами стоит 20 тысяч рублей здесь их 8 штук умножайте 20 на 8 это у нас просто поменять поршня если вы скажете меняете допустим там овал какой-то там у тебя появился то есть это просто-напросто нереальные деньги и за эти деньги можно купить автомобиль на ходу смысла в этом нету поэтому собственно говоря из-за того что майские праздники кстати поздравляю всех праздниками но из того что праздники из-за того что таким находимся в дальней местности у нас нет возможности побыстрее получить запчасти допустим та же самая пумпа которая разводилась она у нас идет также идут прокладки также болты гбц новые заказали я уже даже приготовить я распечатал вот все же литературу то есть как затягивать такой этап сколько ньютон-метров там то есть соответственно уже будем делать это по мануалу ну и соответственно я думаю что когда мы соберем у нас реально получится я даже уже не волнуюсь за то что там блок типа не тащили как будто бы там будет просекать что-то там через 5000 м да я даже это волнусь я волнуюсь и за то чтобы это все обратно собрать я реально не помню откуда это вот просто причем она прогорела здесь 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 вот такой пау паучок здесь да тоже также все это прогорел из того чтобы перегрел двигателя куда это подсоединять после время идет если бы допустим я вчера разобрал и начал бы сегодня собирать да то я как бы естественно уже все по памяти вы здесь быстрее все делаю но когда вот этот процесс когда проходит неделя-две и ты уже реально забываешь на серьезно пацаны а так помойку собрали видите чистота все хорошо все классно термос собрал тоже состоит на месте уже осталась загвоздка в болтах в прокладках ну и соответственно основные эти вещи которые требуются для того чтобы машина заводилась я думаю что она поедет серьезно вот такие же день дела держу вас в курсе ну если честно если честно работа она идет все равно я в запчасти там на мойку отвез эти голову тоже да туда-сюда возили сама мая начнем разбираться то есть там система тоже еще сложнее чем с двигателем то есть из-за того что такие проводка там вот допустим да вот такая но в салоне конечно она не такая но тем не менее в багажнике точно такая же проводка то есть колхоз дикий и соответственно чтобы с этим разобраться нужно вычитать очень много литературы то что говорят чем мы тут и занимаемся ну и соответственно пацаны я конечно не красный деревщик но тем не менее это сделал сам покрасил ну то есть так что просто по уютному было конечно если мы из гостей каких-то баб не ждем чтобы они приходили здесь сидели с нами но тем не менее просто так как бы оккультурил на фоне стены кирпичей ну типа того да только там на фоне да еще давайте два диска давайте вообще не минус какой-нибудь скинуть рыбчики вот у этого у гонойного и дать а да у сони бромиладова такая дичь ладно чё в принципе вот они стоят готовенькие просто красавчики ждут для того чтобы их интегрировали на аудио 8 ставим заводим бас поехали будем кататься наваливать и соответственно получать удовольствие всем спасибо за просмотр всем пока